Я приветствую наших зрителей сегодня понедельник и в эфире 9 канала очередной выпуск программы доживем до понедельника мы рады вас видеть Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова в студии Да, всем и здесь, добрый вечер Прямой телефон у нас работает 370-3101 в течение нашей программы Мы принимаем ваши звонки, отвечать готовы, комментировать, участвуйте в нашей беседе А теоретически я же могу позвонить с телефона к нам в программу, по идее Ну, ты практически сложно Или сказать, там у тебя ус отклеился, такое можно Пишите, пожалуйста, в фейсбук, задавайте вопросы, комментируйте, ругайте, хвалите В общем, делайте что-нибудь Эфир прямой, мы прочитаем, назовем вашу фамилию и ответим на ваш вопрос Ну, я думаю, что следует, наверное, начать с того, что сегодня трехлетняя годовщина Трагических и великих событий Это расстрел небесной сотни Сейчас вся Украина, в общем-то, вспоминает эти события Говорит о них, сейчас тоже немножко, как бы, такая обстановка Накаленная, конечно, не до такой степени, как это было три года назад Но, тем не менее, отголоски тех событий есть Вспоминаем погибших Вспоминаем ненаказанных и, в общем-то, неосужденных Которые обещали, что они будут наказаны, осуждены Но, к сожалению... Вначале доказаны, потом наказаны Да, ничего за три года, к сожалению, не произошло Но помним героев Вот, я, значит, я этот день вообще помню, как бы, вообще, поминутно Чуть ли не посекундно, очень четко, я не буду сейчас в эмоции и прочее Просто, вот, действительно, напоминает, как бы, Фейсбук, определенную запись, вот, как Днепр Он хороший дневничок такой Да, да, как меня, как менялось, я не буду всякого личного Но, тут, вот, были вначале, вот, людей, говорил, что если исчезнет интернет, связь мобильная В 18-часовой на Европейской площади, да А потом, как шли события, Макин, как кто его помнит, был тогда исполняющий обязанности мэра Заявил о том, что он вышел из ПР, из регионов, что он с народом за народ Вот, ну, детский омбудсмен подал в отставку, это, значит, качельки падают, грибок покосился, имеют место пасочки Добкин заявил о выходе из себя, интер иначе закукарекал, тональность хрипотцы изменилась И вот про Днепр, вот, информация была, что Ультрас, информация от Ультрас, они не планируют никаких акций после игры с Тоттенхема Более того, с Юзистраором не собирались И вот, к тому, что ты говорил, вот, записи последние в этот день у меня две там Если даже некоторые люди останутся во власти, хочется, чтобы духу их не было И сжатые кулаки должны найти компромисс с мозгами, они должны пропустить их на рабочее место И последняя запись в этот день такая самопронзительная, она может быть личная Завидую Алине, она плачет Вот Говорить о том, что ничего не произошло, произошло много всего И одной краской, одной краской эти три года не характеризуют Но, к сожалению, за эти годы, ну, произошло меньше, чем хотелось И вот сегодняшняя ситуация, когда я говорил, что такое обострение Вот сейчас на слуху, прежде всего, блокада уже там и, ну, какие-то акции Я бы сказал, шоу-блокада Да, шоу-блокада, причем очень сложно определиться Там, часть людей поддерживает, часть не поддерживает У всех есть свои аргументы Ну, на самом деле, как говорил Карл Маркс, во всем надо искать экономическую составляющую Я пытался понять, что такое Роттердам плюс То есть, это цена, по которой, в общем-то Ты хочешь в долю? Нет, я не хочу в долю, но это ТЭЦ, которые во многом принадлежат, например, Ренату Леонидовичу Покупают уголь Это Ахметов, Ренат Леонидович Это Гендин Вот, значит, то есть, на самом деле, цена, по которой уголь покупается Это как бы, если бы ее купить в Роттердаме и плюс еще привезти А на самом деле, то есть, если так она будет стоить там 60-80 долларов без доставки То на оккупированных территориях 600-700 гривен И, пожалуйста, и она доставляется и покупается за эту цену Она потом закладывает цена в тарифы и мы все за это платим Понятно, что тут очень серьезные деньги И понятно, что интересанты, которые либо раскачивают эту лодку, либо пытаются, наоборот, ее... Утопить? Утопить, да Это все замешано на деньгах Но на самом деле, вокруг этого очень много страстей, спекуляций В Харькове там какие-то даже были боевые действия Там ранили там кого-то Да, и в Киеве, и даже у нас вот на сессии горсовета, где мне довелось счастье присутствовать, значит, в среду Было голосование, две, значит, такие постановы голосовали Одна за то, чтобы поддержать президента, правительство И, в общем, что эта блокада не нужна, она мешает, она мешает украинским людям получать там уголь Будут веерные отключения Ну, в общем, короче говоря, что блокада это вредно Вот, и вторая, значит, о том, что блокада нужна, потому что с врагом торговать нельзя И так далее Первая набрала там со второй попытки 36 голосов за То есть это, ну, чуть-чуть, но, в общем-то, набрала А вторая о том, чтобы поддержать блокаду, набрала 25 голосов депутатов городского совета То есть она обозначила, чтобы критически, ну, поровну люди, ну, разделились Хотя понятно, что никакое влияние местное самоуправление не может на эту ситуацию оказать Это просто некие политические игры, да Ну, я просто думаю, что главное дождаться тепла Вот, когда немножко потеплеет, тогда эта тема, она... Простого человеческого... Да, я тебе говорил, к концу недели уже 11 градусов тепла Человеческого тепла Ну да, у вас, мне не повезло тоже быть на этой сессии Помимо местных вопросов рассматривался этот глобальный вопрос Ну да, был такой... Если бы я был депутатом, я бы воздержался Потому что тема, как бы, понятно, что по-психологически, понятно Такое наслоение за этим стоит, что и такие игрища там развели и на местном уровне Значит, такой политический, своими глазами наблюдал петинг, ну, и игринг, и петинг А вот погреба вас там на детектор всех посадит И будете отвечать... Это наркотик такой Это, ну да, это хуже, чем на свадь И сам, кстати, готов Может, хоть что-то у него выйдет у погреба Вот Евгений не пошел Значит, мы про блокаду говорим, да? Или тебе надо было что-то про... Ты хочешь высказать свое отношение к... Нет, я хочу высказать отношение... Нет, я сказал, у меня нет... Сейчас же я единственный, может быть, человек в мире... Это ты мне сказал перед эфиром Единственный человек в мире, у которого нету своего мнения Наслоение за этим идет такое... Поэтому вопрос... Да, что мама по вот этому, по ряду вопросов Сложный вопрос Меня окружают люди, у которых есть... Зачем я со своим мнением, когда у всех есть свое мнение? Мы вот в начале программы говорили... Да, Евгений, ну, хоть сказать уже... Он сказал, что у него нет своего мнения Нет, он хочет процитировать, да Это же было при людях Из всего, что я слышал как бы о блокаде, значит, между прочим, я впервые в жизни в эфире процитирую Корбана При всем при том, что никто не поверит Я ему даже написал, не сказал, написал, он же лечится далеко, что... Нет у меня доказательств, но что-то мне подсказывает, что это не впервые В смысле, цитировать Корбана? Смотри, как удивился В эфире? Да не хватало, нет, это слишком дорого ему стоило Не хватало, сейчас сколько? Не хочется, я ему сказал, но впервые я процитирую, скрипя сердце Значит, конкретные там меры Я не буду, когда он там вспоминает подвиги об администрации 2014 года Что-то правильно, что-то противоречиво Хотя я считаю, что с мифологией уже пора заканчивать Вот, значит, конкретные вот шаги Это, на самом деле, реально, это лучшее, что... Ну, мне наиболее, как бы, близко из того, что я прочитал по блокаде Понимать эмоции Набраться смелости Впервые в нашем эфире Вот это, об этом можно прочитать на его странице в Фейсбуке Да, мы просто действительно сейчас не будем терять времени Давайте поднимем Почему ты? Не, ну, потому что, как бы, это... Такие вот... Он предлагает, короче говоря, переговоры То есть, типа, без эмоций Посыпать голову пеплом, там, завить ошибки Это эмоции Отправить кого надо в отставку Переговоры То есть, временно снять блокаду, суть его Хотя бы до окончания отопительного сезона Ну, мы уже с вами решили, что скоро уже тепло Ты сказала, там, 11 градусов Вот переговоры с патриотами Ну, это слишком заюзанное слово Кто там, это Семенченко, кто там еще Ну, Корбат сказал патриоты, значит, патриоты Значит, и четкий алгоритм действий по замещению По замещению, значит, угля и перевода ТЭЦ Ну, как это было в Польше Ничего зазорного Это же возможно Да, почему? Это все возможно Если без истерик, там, заседаний СНБО, спецназа И без всякого разгона Которого и так, как бы, не будет Вот, но самое главное Из того, что он, как бы, несколько прекратить Манипуляции Ведь прежде всего это строится На интерпретациях и манипуляциях Шантаж, запугивание в медиа Там, верные отключения и так далее Протягивание линии партии И не использовать, как говорит Корбан Ручных волонтеров И различного рода провокаторов Для стравливания людей Я надеюсь, что вот патриот, например, Куприот Куприот Куприя меня слышит Ну, и Семенченко и так далее И остановить втягивание вот таких вот людей Как Гельфер и его городского совета Втягивание местных советов Это Корбан не так сказал Местных советов Мы даже зрителей спрашивали Местных советов Не меряется рейтинг А последнее Ну, Гена бы не был Гена Если бы в конце не написал По этому поводу Лучше поздно, чем никогда Сказал старый еврей Положа голову на рельсы После прошедшего поезда Вот То есть Если не считать старого еврея То внятный и правильный план Прямо такая неделя решений Каких-то новая неделя началась Опять какие-то Выходы из сложившейся ситуации Одно из трагических событий Которое произошло Вот во времена после уже Майдана Это Крым, конечно же Уход Крыма И вот сегодня появилась Информация о том Что украинский депутат Вот партии Радикальной партии Уже нет Предложил Уже нет Да, 40 минут назад Исключили Предложил Причем предложил Администрации США Предложил Трампу План по урегулированию Украинского конфликта И вот как, собственно говоря Быть с Крымом Там такое решение есть Он предложил в аренду От 50 до 100 лет Сдавать в аренду России Крым На что Ну и потом Последует Вывод Войск из Восточной Украины По его плану На что сегодня Лавров уже ответил Что свое В аренду сдавать Мы не можем Это говорит о том Что Россия Напрочь сразу Отвергла Этот план Отверг и лидер Радикальной партии Настолько радикально Отверг Что уже исключили Из партии Этого депутата И вот Что будет с этим Делать Украина И самое главное Что будет Трамп С этим всем делать Я не знаю А Трамп что Про Аляску вспомнят Но Трамп для начала Об этом узнать надо Ну предоставили Там говорят Компромат на Порошенко Страшный На самом деле Артеменко исключили А вот только что Там БПП Народный фронт И радикальная партия Ляшко Без исключенного Артеменко заявили О том Что они едины В плане отстаивания Идей Майдана И воплощения Идеи революции Достоинства в жизнь Батьковщина Три года как готова Ее там не было Три года как едины Они уже готовы Что проблема многих Вот таких неадекватных Заявлений Или каких-то Резких высказываний Они связаны С проблемами медицины Ну потому что И вот у нас в городе Эта проблема Стояла особенно остро Потому что Наша же область Она была передовая В этом плане И у нас Единственных Произошла какая-то Такая недореформа Где наши Была экспериментальная Да Этот эксперимент Состоял в том Что больницы Передали Значит На балансе Под управление Области Но финансировать Заставляли город Ну то есть Все субвенции Шли через области Она там Объявляла тендеры Там все было нормально А город Он оплачивал Коммунальные услуги А сейчас В связи с повышением Заработной платы Еще зашла речь О том Что и на зарплату Надо там врачам Там 250 По-моему Миллионов гривен На то они 230 Ну я немножко Но 20 Это твой процент Да Конечно Говоришь на сессии Не ходишь Короче говоря И ситуация тоже Очень такая Ну противоречивая С одной стороны Ну наши люди И мы в том числе Иногда обращаемся К нашим же врачам И поэтому врачей Надо беречь И охранять Но с другой стороны Немножко такая Ну ситуация Парадоксальная Да там главврачей Назначает область А город должен Это оплачивать А в больнице Это ж такой ресурс Особенно и в плане выборов И вообще Ну короче говоря Тоже были большие споры По поводу этих 200 Сколько ты говоришь Там Ну не важно Теперь уже 250 Нас сказали Должен ли город 10% на культуру Должен ли город В общем-то доплачивать Ну и совершенно цинично Кто девушку Да, к медицине это кощунственно Но значит Кто девушку кормит Тот и танцует И короче говоря Вот высказался губернатор Он высказывается не часто Но команда Валентина Резниченко Да Но он сказал Что у нас идет децентрализация Днепропетровская Ага поддерживает позицию Городских властей О том Чтобы передать Медицинские учреждения Ну эту вторичку На баланс города Вот И я думаю Что как-то вопрос разрешится Больницы вернутся в город И мы будем Рады за врачей Хотя будем стараться Ходить туда Порежь Хотя за эту передачу Больше всего ратовал Как бы вице-губернатор Там Камиль Примаков БПП На самом деле И укроп там И вся эта Была Евгения Михайловна Детитковская Вот она Я чуть не сказал Слово Межпуха Вот Ну Примерно На 9 канале Можно это слово Я думаю Да Но на самом деле И по поводу блокады И по поводу этой Медиции Мне Как бы Не депутату Но было достаточно Ну порою Весело По-моему Мерзковато Наблюдать За Вот Особенно Как они бежали Потом пресс-конференции Те же там На Чирьян Или ОПА Или Громадская сила Ты же понимаешь Филатов лишил Врачей То есть Вот эта манипуляция Лишил врачей Люди же не знают суть о том Что больницы области Вот из-за Зато они оперативные Из-за городских депутатов Как там БПП Одно постановление протягивало Укроп значит Типа Самая радикальная часть Другой То есть И на блокаде И на этих больницах Причем И людям дают Вот такую вот выжимку Смысла же Как бы не знают Но за жизнь Поговорим за жизнь За житя У нас завтра должен был быть Вот прыгунов И пороснить ситуацию С больницами Ну пока не можем Теперь же высказался Серезниченко Нет он придет За житя Хорошо Мы все подробности За житя Хочу сказать Сессия же много Судьбоносных решений Местного масштаба Депутаты делились Вот на этой сессии Продолжили процесс деления Депутаты как бы Не делятся с народом За редким исключением Григорий Аркадьевич С народом они не делятся Но на фракции На депутатской группе делятся И вот создана Новая депутатская группа В горсовете День нашего города За житя Ну или ее иначе называют Лихаем За житочный Да Ее второе название Лихаем За житочный Потому что там Рабинович Один из драйверов И лидеров в национальном масштабе Этого проекта Партия за жизнь То есть пять депутатов Такая великолепная Пятерка и вратарь Но вратарь я думаю Не Гуфман Судя по составу Вот одиозный Товарищ Но такой непростой Он тренер Вот тренер Да Или вратарь Хотя наличие Вот это Луценко Наталья Руководитель этой фракции Там Никитин Ну это юрист Скажи что она не родственница Луценко Совсем Не родственница Вообще никакого Луценко Вот Меня смущает Там наличие Сергеева Это Вилкуловский шпалитолог Преподаватель И Аравой Самый пожилой депутат Так она в эфире у нас сказала Что они абсолютно Единым курсом Да Понятно Вот Ну хорошо Значит я про Гуфмана Не говорил Прямо в эфире Хорошо И сразу же В нашей Да В политбомонсе Во всех фейсбучиках Во всех везде Там Раскол это или укрепление Зрада это или перемога Филатов конечно Сразу еще Замечательно Мол это немножечко Как бы и наших Рокдил Не сказали Вот Опыт типа дробится Наталья Ночериан Любительница там Мудреных терминов Типа энтимология Или там Релевантно Как она на этой сессии Юзала это слово Вот Сказала что типа Нет не дождетесь Опа блок един как никогда Это типа Внутри партийная дискуссия Мы все против Плохого Плохое это как бы Филатов Укроп и так далее Нет раскола И т.д. и т.п. Особенно т.п. Сама Наталья Луценко Сказала что типа Мы не промерзки Мы оппозиция Нам просто тесно В рамках одной Политической силы Это переформатирование Позицию Эффективность Ну такое Что надо То и сказала Я говорил с ней Кстати Ну мы больше говорили Об Умберто Эко Да это и начитанный Интеллигентный человек Руководитель Рыговской новой фракции Я знаю она рассказывала Что она общалась С Евгением Марксом С Евгением Марксом Там канонический Умирающий Оба блок Либо вот эти Новая Драйвовая Там где Железный Ботан Мураев И этот Красноречивый Там Велеречивый Хитрый Пассионарный Производитель Слюней Рабинович По мне это нормально Это ближе к расколу А мне тоже кажется Размыв электората Происходит Чем больше регионалов Тем меньше регионалов И последний момент В любом случае Дробление Опа это хорошо Как бы они не били себя В груди Интимологически Последний я заметил Что все за Вот как только Регионалы дробятся Все за За Днепропетровск За Життя И не хватает Ну что против жизни Это было бы Да и не хватает На мой взгляд Не хватает группы За Зашибись Я предлагаю Вот может быть Я сегодня упоминаю Депутата Гильфа Но они Насколько они креативные Вот от снизу до верха Вот появилась Особенно снизу Фотографии Киевских журналистов О том Фотографии Как выглядит домик Лидера Оппозиционного блока Всеукраинского лидера Бойко Очень он такой Стильный Я бы сказала В обратном смысле Построен Он в домике Вот смотрите Дизайн Такая русская народная сказка Такой Емеля стиль Я не зависти ради Открываются ставинки Не зависти ради Показываю Ну просто вот Как-то из эстетических Соображений Я не знаю Куда СБУ смотрит Русский мир Вот в полном Таком цвету За архитектуру У нас не сажают Не сажают Конечно Но деньги-то чьи Богатенько У нас звонок есть Давайте сейчас Послушаем Звонок Добрый вечер Готовы вас послушать Добрый вечер Не слышим Добрый вечер Слышите У нас нет звука Я слышу Что где-то Алло Я зачитаю пока Михаил Бабенко написал Да нет у нас звука Михаил Бабенко Телезритель написал Послушайте как ОРТ часто и нудно Кроет добрыми В кавычках Словами ребят За блокаду Лугандона По этому поводу Отвечу классической фразой Хорошие сапоги Надо брать Разус так пищат Мозоль болючий А главный вывод Наши хлопцы Заслуживают уважения И поддержки На всех уровнях Молодцы Я зачитал мнение Наши хлопцы Они всегда Я сразу вспомнил Я же голосовал За блокаду На сессии горсовета Ну все таки Да Хотя у нас в меньшинстве Еще раз пробуем звонок Добрый вечер Если есть звук Слушаем вас А теперь вы меня слышите Да По моему это телефон У нас нет звука Мы не слышим Ну я тогда Ну вот Если мы заговорили Что там Мы там о России говорили Немножко Да Или не говорили Поговорим Значит ну Путин Значит он Издал указ Что документы Которые выдаются В ДНР и в ЛНР Что они принимаются Уже значит Как бы Там не совсем так Ну суть такой Значит на основе Короче Почти так Все остальное Ты потом скажешь Значит документы Которые выданы На территории ДНР и ЛНР Они в общем то Так сказать Принимаются Органами Значит Как бы Российских Значит Российского государства Значит Ну Наши комментируют Что это Выход из Минских соглашений Что это в общем то Эскалация ситуации Значит Я думаю Что во многом Это Во-первых Обида на Трампа Который Ну Как бы Немножечко Не так радостно Себя ведет Как это предполагалось Вдруг Неожиданно Свои проблемы Да Его там заставили Этого Майкла Флина Значит Убрать Значит Советника По национальной Безопасности Который Вел переговоры С Послом России О снятии Санкций В общем там У него свои проблемы Ну и Путин По-видимому Решил Ну просто Напомнить Что он тоже Игрок И играет По-взрослому То есть вот ДНР ЛНР Это одна история И вторая Это заключение договора Со страной Восточный Уругвай О том Чтобы не размещать В космосе Значит Оружие Вот Ну это как бы Говорит о Масштабах Нашего Северного Соседа И о том Что нам надо быть На чеку Как всегда Там звонок Нет? Звонок У нас настойчиво Пытаются нас соединить Наши инженеры Добрый вечер Барышня Соедините нас Пожалуйста Слушаем вас Если возможно Пробуем еще раз Добрый вечер Добрый вечер Теперь вы слышите? Слышим вас Да Я вот послушал Ваши комментарии По поводу Блокировки Железных дорог По поводу Обсуждения Этого вопроса В городском совете Вы понимаете Складывается Такое впечатление Что мы живем В стране Каких-то Зомбированных Граждан У нас есть Вообще-то Конституция И Статья 1 Которая состоит Там из двух строчек Последняя фраза Это Украина Является Правовым государством За Те действия Которые происходят При блокировании Прямо предусмотрено Уголовная ответственность Откройте Уголовный кодекс По-моему У нас и за коррупцию Те действия Это блокирование Это захват Железнодорожного транспорта И вот по сути Получается В городском совете Проходит Голосование За то Что будем поддерживать Уголовные преступления Или не будем И половина граждан Получается Ну депутатов Говорят Что да Надо уголовные преступления Поддерживать Так вы тогда Обсудите Вот я делаю вам Такое предложение Внесите На рассмотрение Горсовета Вопрос О том Чтобы поменять Конституцию И написать Что это не правовое государство А государство Живущее по понятиям Вот тогда Все эти рассуждения Они будут полностью Соответствовать Конституции Спасибо за ваше мнение Ну у нас и за коррупцию Предусмотрено уголовное И для ужаления Нормы морали И нормы Конституции Далеко не всегда Переплетаются Торговля С оккупантом Торговля С врагом Да Такой статьи вроде как бы нету Такие вроде и войны нету Да и войны вроде у нас нету Ну эти вопросы А три года назад Они стояли еще Гораздо острее Тоже О том что у нас Правовое государство А вот президент Оказался какой-то Не очень правовой Ну и потом Когда следующей зимой Тарифы будут еще больше Ну принять нужно будет Давайте вот о наших насущих То что волнует Вот о наших горожан У нас уже очень немного времени Да И звонок еще Телефон Еще один Давайте еще послушаем Давай звонок Людям Пропускаем людей Добрый вечер Алло Да слушаем вас Алло Да слушаем вас Слышим Слышим Я по поводу Да что ж такое сегодня Я пока хочу сказать Что в нашем шумном море Там Зрат и перемог В местном море Или болоте Я не знаю как водоем Это назвать Два М Есть существенных Это метро И мост Посмотрят На площадь На площади Героя Майдана Когда это закончится Он говорит Что даже с опережением Идет Но будем верить Что касается Мост Был такой сериал Ну был американский Шведский Мне шведский Больше нравится Скандинавский У нас свой сериал С первого марта Может быть с седьмого марта Но в любом случае В первой половине марта Несколько раз Вначале Я думаю Что на этот раз Это уже серьезно Вначале Одну половину перекроют Там будут демонтировать Троллейбусные эти провода Потом другое И скорее всего И с этим надо смириться К этому надо Значит подготовиться С этим надо жить На три летних месяца Вообще весь мост перекрывается Да ничего переживем Горожане оценивают По дорожному покрытию А там то на самом деле Гаплык Там есть внутренность Подводная часть Конструкция И подводные надводы И причем этот стрем Там уже 10 лет Аварийно длится И вот работы будут Одновременно вестись Одновременно Над водой Под водой Там в воздухе В летосфере В атмосфере В открытом космосе Короче весной Попеременно его Могут закрывать Летом полностью Я имею в виду Что может быть Но я думаю Это и без меня догадаются Что маршрутки Пока она перекрыт Частично будут пускать А частные Как-то придется потерпеть И по ночам По идее лучше работать Правильно Акцент Я надеюсь Все будет дел Ну короче говоря Единственное Нам надо будет Действительно потерпеть Чтобы похуже Чего техногенного Не произошло Но зато будем С новым Новым мостом Ну и я Добавлю К буквам М М Там еще должна быть Ж П Подвесная дорога ПД Я добавлю букву А Она первая Все таки в алфавите И все знают Состояние С полетами С аэропортом В нашем городе Да и вот На сайте Городского совета 17 февраля Наконец-то Пришла такая мысль Депутатам Появился проект Его опубликовали О создании коммунального предприятия Днепровский аэропорт Я тебе скажу по секрету Речь идет Не только что пришла в голову Ну вот Наконец-то ее оформили В какое-то В какое-то Мало-мальское Такое действие Речь идет о Строительстве нового терминала Не нового аэропорта Нового терминала И Пользоваться Можно будет Взлетной полосой Той же Которой пользуется Сейчас наш аэропорт Поскольку она Принадлежит государству Там даже инвестиции Уже пытаются найти Дорогой проект Но якобы говорят Что можно За грантовые деньги Его строить Не беря деньги В бюджете Ни города Ни области Собственно говоря Я считаю Что если Если так случится Есть такие прецеденты В Украине Жуляны Принадлежат Городу Это коммунальное предприятие Одесский аэропорт Экономично Международные Очень развиваются А мы к сожалению Днепропетровский аэропорт Мы показываем минус По результатам По пассажиропотоку По полетам По авиакомпаниям Все знают эту ситуацию Наш стыд Честно говоря Я надеюсь Что это будет Какой-то толчок Что-то у нас должно Появиться Лоббируйте Пожалуйста Лоббируйте Обязательно будем Лоббировать Это решение Пусть на него голосуют Я понимаю Что я не успею Сказать какую-то там Серьезную новость А несерьезную У меня нету У нас минута Да Я хочу сказать Тогда просто Что все Кто пользуется Фейсбуком Должны знать Что во-первых У нас и министры Пользуются Фейсбуком Причем оказывается Что 70% Времени Которое они Подсвещают Фейсбук Это их рабочее время А пишут они Не только Сволочи Но и Цукерберг Вот он же Все-таки молодец Он оказывается Придумывает Сервис По распознаванию Чиновников Да Искусственный интеллект Который будет Распознавать Там всякие фейки И блокировать Хоть какой бы интеллект За отсутствие Другого Значит Будет искусственный То есть Чиновники будут Создавать фейковые страницы Ну что На сегодня Будем заканчивать Масличная неделя Я надеюсь Наша программа А не таким Комом Надо веселиться Надо радоваться Кроме того что Долгий пост Поэтому надо успеть А нашему брату Агностику Неделя веселья Об этом мы поговорим Следующий Ты любишь блины Кушай блины Вот блин И весна И весна приближается До хорошей погоды Тепло Снятие блокады И все такое Спасибо за внимание Оставайтесь на нашем канале И смотрите На следующий Пока Всех Блах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok